Я попрошу только, чтобы ни один из вас не сквернословил. Ни одного слова. Вы за этим последите и не курите, пока разговариваем. Все, понял. Мы пришли напомнить о Пасхе, что послезавтра будет великий праздник христианский. Что Иисус воскрес на третий день. У вас такая книга там есть? Считали ее, нет? Вот, смотрите. Это Библия. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя... Алтай, Алтайский край, Барнаул. Барнаул. А мы Брянск. Это Брянский Волк там называют в тайге. Брянский нет, мы Брянская область. Я знаю, там немцы, немцы там были, Брянск захватывали. Захватывали, весь Брянская захватывали. Ну, в лесах, говорит, если человек такой не расположенный, говорит, да это друг, он говорит, брат тебе и друг Брянский Волк. Это, так, поговорка такая. Нас ненавидят. Да я не знаю про это, ну, просто поговорка такая. Брянский Волк, я слышал Патарболского. Так. У вас, может, есть какие-то вопросы, вы можете зайти на наш YouTube, Восцвете Библии называется, канал. Большой канал. Там четыре... Можно задать вопрос можно? Да, только без папирос уберите, я же просил вас. Так, я же без папирос. Так, говори, пожалуйста. Вот, а как вообще, есть ли доказательства, что Бог существует? Самое лучшее доказательство, то, что вы живете, у вас есть глаза, рот, брови и все остальное. Самое прекрасное творение Божие, это человек. Я думал, у него мама сделала. Это понятно. Природа говорит, откуда совесть, откуда ум, откуда сострадание. Это в природе нигде нет, только в человеке. Это вершина творения. Нет, ну, животных тоже есть, но материнский. И так же... Скажите, сейчас давайте, просто так, вы только быстро отвечаете. На вас синяя куртка, правильно я говорю? Да. Так, и у ней, я вижу, вот здесь застежка. Теперь я буду думать, что ветер нанес там хлопья какие-то, помочил дождем, а такая куртка получилась. Вы поверите в это? Нет. Нет. У каждого все, что вы видите, у птицы, у мезгиря, у кита есть творец. Кто? Когда все разнообразно. Одних только насекомых 500 тысяч разных видов. И один в другой не совокупляется. А если скажу так, что вера это, ну, вообще правда, вот то, что вы рассказываете правду, потому что я говорю, правда, это то, во что сам человек верит. А во что он сам верит? Он верит, человек не может ни во что, если ему не открыто. А как верить? А что можно открыть? А то, что Бог открыл? Вы знаете, я отвечаю вам, смотрите, вы можете, вы фильм «Граф Монте-Кристо» видели? Да. Вы знаете, его арестовали пожизненно. И это было времен Парижской коммуны. Это и есть такой рассказ. Евгений Берси пишет. И вот в собрании было 2000 человек. И он говорит, вообразим, что мы, граф Монте-Кристо, нас арестовали. Какую книгу возьмете? Одну книгу разрешается брать. Не отвлекайтесь. Одну книгу на всю оставшуюся жизнь. Вы послушайте, какую книгу бы вы взяли? Библию, да? Да, все ответили Библией, 100%. Я сидел в пяти тюрьмах. В пяти тюрьмах отбывал. И в одной мы сидели в камере преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Я вам задал вопрос. Вот правда, ну кто-то верит Богу, кто-то нет. А правда есть кто? Ну вот вы верите в НЛО? Верим, что это сатана показывает образы, когда явится. Чтобы люди привыкли. Он воцарится в Иерусалиме. И три с половиной года будет царствовать. И теперь напускает вот эту бесовщину. Это сатана, бесы, демоны. Извините, пожалуйста, я вам покажу. У меня, вот смотрите, я крест не ношу. Я ношу вот... Так а что это у вас, крестик? А что там такое? Нет. Святая Троица. Икона, что ли? Маленькая иконка, да, ладан. Ладанка называется. Ну и что? Что? Как вы скажете по поводу нее? Правильно носите на шее на Святую Троицу в стороне ладан, а не крест? Ну это крест. Крестик надо на... Я вам задал вопрос. Извините, пожалуйста, я вас перебью. Мне всегда говорили, что крестик на душе, ну, когда на шее носят, да, вот когда крестят людей, не нужно носить, потому что не несешь всю жизнь крест на душе. Это правда или нет? Вы в интернет зайдите, я еще раз говорю, и там все найдете. Напишите ссылку в текст. Так. Ну у вас вопросов больше нету. Курить надо вам. Ну ладно. Нет, так у нас никто не курит будет. Вы не можете бросить курить, понимаете? Делающий грех, есть раб греха. Я не курю, это пара, я не курю сигареты. Да я видел, дым идет. Вы говорите, а перед вами клуб дым поднимается. У меня, вы не поймете, у нас сейчас 8 градусов, и у нас холодно. Ну может быть так, может так. Но я вижу, в первую очередь зажигает. Так, говорите, что хотели спросить? Я вот хотел спросить, вот я же так и не вы меня ответили. Вы далеко к микрофону, непонятно, что сказали. Повторите. Я же говорил вам, задал вопрос. Вы говорите, что НЛО это то, что это сатана. Так вы в него верите? В кого? Ну в НЛО. Вы зарядите... Послушайте, вы можете зарядить интервью с дьяволом, называется ролик. Интервью с дьяволом. Как дьявол, что отвечает? Нет, я просто не про дьявола спрашиваю. Я спрашиваю про неопознанный летающий объект, который там... Ну, другие расы, другие планеты. Вот это существует? Не существует, нету. Никакой не планеты. Это сатана показывает образы свои. И потом люди будут верить. Наш мир, он един. Я вам отвечаю второй раз, третий раз. Сатана показывает это да. Вы верите в это или нет? Я верю, что они показываются НЛО. Но это НЛО, оно опознанный предмет, опознанный. Это сатана. Нет, отлично. Жизнь так лично. Так, все, я ответил три раза я уже ответил. Так, не надо, время не тратить. Я вам ответил три раза уже. Вы просто время вытягиваете. Это нехорошо. Вы верите в это или нет? Я не утверждал. Я сказал, верить, это означает верить так, как они показывают. Но мы верим, что это сатана. В это верим. А не то, что какие-то откуда-то прилетели. Это сатана, да? Да, сатана. А вы мне расскажите, что такое правда? Правда. Вы не знаете, что такое правда? Нет. А что такое? Значит, я знаю, я хожу в два адмата. Какого же он на жизненный принцип? А что вы не знаете? Так, вы по одному говорите. Знаете, есть такое... Дмитрий Морчик, разъем все узнать. Что такое правда? Что такое правда, бля? Я знаю, да это самое главное. Самое главное жизненный принцип. На что вы опираетесь? Точка ваша какая? Так, потихоньку. Что вы хотите узнать? Какая ваша точка опоры? То есть, какой у вас главный жизненный принцип, на который вы опираетесь? И с чего вы отталкиваетесь? То есть, на все должно быть точка опоры? Я отвечаю вам. Все, что нам написал Господь, люди написали движимым и Духом Святым в Библии. Жить для Христа, жить для Бога и для ближнего. Две заповеди. Возлюбив Господа Бога всем умом и ближнего, как самого себя. Вот главный принцип. То есть, альтрусическим методом, то есть, ну, с помощью и... пониманием к отношению ближнему своему, вы хотите сказать, что, ну, как бы, это самый главный жизненный принцип. То есть, от этого отталкиваемся и от этого, как бы, к этому идем. То есть, люди помогают, но от этого же получают. Нет, не только это. Будет суд Божий. Лермонтов писал, есть Божий суд на перстике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы и мысли, и дела он знает наперед. Вот мы живем для того, чтобы душа была спасена перед Богом, когда все воскреснут. Будет суд Божий. Вы любите спорить, у нас не положено спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. Нет, я просто спрашиваю, батюшка, вы же Библию читали? Ну, естественно. То есть, прекрасно знаете историю Иисуса Христа. То есть, когда он вошел в храм, он вызвал всех, кто торговал в храмах. Правильно. А почему теперь в храмах продают за деньги? Да потому что еще Христос туда не зашел, а придет, выгонит. То есть, получается, что вы еще не подчиняетесь законам Христос? Да не мы, у нас не продается. У нас община отдельно зарегистрирована, у нас ни за что не платится. Я отдыхал в свое время, ну, где-то год-два назад здесь вопрос, меня Никита зовут, да. Я отдыхал в свое время в Израиле. И со стены плача я приехал, три свечи, я три свечи привез. Дал обо родителям, одну жене отдал. И с одной хотел пойти поставить ее в церковь. Церковь, наша центральная большая церковь, у нас храм. Знаете, что мне сказали? Мне нельзя ее ставить. Ты возьми и купи у нас. А эту можешь поставить, а эту нельзя. И знаете что? У меня самая святая была. Именно стены плача, именно... Ну, извините меня за выражение. Именно что не устроить. Свеча тоненькая-тоненькая, обычная. Но мне запретили ее там ставить. Свою свечу. Это беззаконие. Они всегда так делают. Сребролюбие. Вы согласились с моим моментом? То, что я вам скажу. Я верю в Бога, но не верю в нашу церковь. Ну, понимаете, вот плохой пример. Они за это отвечать перед Богом будут, что они оттолкнули вас. Вы с добрым намерением пришли. А им деньги нужны. А им, Наталья... Понимаете, что интерес? Я всегда поддерживаю церковь. Я на Пасхе. Извините меня. Пасха? Скоро Пасха у нас будет. Церковный праздник. Послезавтра. Послезавтра. Радоницово как? Ну, как? Вы о Христе говорите. Ну, все, что есть, говорите, это никуда не приложишь. Христос умер за нас, и надо идти и благовествовать людям, чтобы люди покаялись. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Христос говорил. А мы... Понимаете, понимаете, но все грехи, которые мы делаем, я думаю, нам не сочтется. Не сочтется. Так. Так, все. Все. Пока. Давай, да. Все, Господь прощает грехи, говорит, но впредь не возвращайся, как пес на блевотину, и как вымытая свинья идет валять в грязи. Чисто червогом вас. Так написано в Евангелии. Так написано в послании апостола. Продолжение следует.